Поприветствовать словами «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» Слава Богу! Садитесь, пожалуйста. После таких слов даже не знаешь, что говорить, потому что эти слова уже сами по себе – это проповедь самая великая, которую когда-либо можно говорить людям, потому что эти два слова – это самое прекрасное, что произошло в нашем мире, то, что Господь сделал для нас. Мы уже много сегодня слышали о воскресении, мы слышали о том, как Господь воскрес из гроба, как люди пришли туда и увидели пустой гроб. И сегодня я хотел поговорить немножко о другом, о том, как воскресение действовало на апостолов, как воскресение, радость о воскресении, как она повлияла на апостолов, которые несли эту весть людям. Сегодня я хотел задать вопрос себе и каждому из нас – может ли воскресение убедить тебя? Убеждает ли воскресение тебя, что это самое важное, то, что произошло в мире, или для нас нужно еще какое-то доказательство? Воскресение – это то, что должно поставить самый последний, вот этот, как сказать, это то, что должно утвердить нашу веру. Больше ничего нет. Если нет воскресения, то и веры христианской нет. Что может убедить тебя? Вот я думаю, каждый из нас когда-то покупали какую-то большую вещь, может, машину, или может, даже кто-то дом, и кто-то пытался очень сильно убедить нас, что то, что я имею, это самое важное, то, что самое нужное. И человек, продавец пытается уговорить, убедить нас. И порой бывает, что, может быть, мы даже не собирались покупать эту машину, но человек настолько уговорил, что лучше нету, это самая хорошая цена, бери, и мы соглашаемся, потому что играют особые какие-то чувства. И вот мы знаем, что в мире даже людей учат, как правильно уговаривать, убеждать людей. Мир учат так, что если ты хочешь кого-то убедить, ты должен комплименты давать очень часто. То есть ты очень красиво выглядишь, ты хорошо разговариваешь, ты хорошо оделся сегодня. Потому что если человек немножко что-то негативное скажет, уже сразу какой-то человек отделяется. Если ты хочешь убедить кого-то, говори, что есть какой-то дефицит, что если ты не купишь эту машину, больше нигде такой нет. Если ты хочешь убедить кого-то, нужно очень срочно поступать со срочностью, то есть не откладывай. Если ты уйдешь отсюда, кто-то другой заберет это. И также говорят, что нужно очень четко говорить и очень быть уверен в том, что ты предлагаешь. Тогда ты можешь убедить кого-то. Но знаете, братья и сестры, апостол Павел был убежден, что воскресение – это самое важное то, что произошло, потому что он видел воскресшего Господа. Когда он шел на дороге, он увидел Господа, и после того дня он полностью изменился, и он проповедовал только о воскресении Господа Иисуса Христа. И апостол Павел находился в одном месте, где он должен был убеждать людей, которые были очень религиозны, о том, что воскресение – это самое важное то, что произошло. Он должен был убедить их, что есть только один Бог, и что есть только один путь. Есть праведный Христос, который прожил этот путь, и он хотел доказать им, что есть только одно доказательство, только одно, как Господь говорит, что есть только одно удостоверение, что воскресение для нас самое важное. И апостол Павел убедил людей, конечно, мы будем смотреть на одну историю, где не все были убеждены. Некоторые ушли, насмехались, некоторые уверовали, а некоторые сказали, послушаем тебя другой раз. И мы знаем, что вот из этих людей, эту историю, которую мы будем читать, каждый человек присутствующий должен был сделать решение, принять весть о воскресении или отказаться. И мы об этом немножко порассаждаем. Давайте откроем Деяние апостола в 17 главу и прочитаем вот это повествование апостола Павла в Ариапаге, когда он беседовал с афинянами, когда он пришел в это место, где было очень много идолов, как сказано, что он, Павел, возмутился духом при виде этого города полного идолов. Он пришел в очень мрачное такое место, и как-то ему нужно было доказать, что то, что произошло далеко в Израиле, в Иерусалиме, это важно для них сегодня. Это не было то, что только важно для евреев, это касается их здесь, вообще далекой местности, и апостол Павел их в этом убеждает. Сегодня мы будем читать немножко стих за стихом и смотреть, как апостол Павел строит этот аргумент, что воскресение – это самое важное. И вот ключевой стих – это будет здесь 31-й, где сказано, «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Перед тем, как мы вникнем в этот стих, давай посмотрим, как апостол Павел начал убеждать этих людей. И он начинает вот с 22-го стиха. Мы прочитаем здесь этот стих. «И став Павел среди Ариапага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». И вот здесь мы видим, что такое Ариапаг. Мы видим, Ариапаг – это было место, где происходил суд, и там также, когда не было суда, люди проводили время беседовать о каких-то новых вещах. Афиняне, они были очень известны тем, что они любили беседовать о каких-то новых разговорах, новых религиях. И когда они услышали о воскресенье, это их немножко заинтересовало, они хотели, «Расскажи нам больше». Они его пригласили, и здесь, в Ариапаге, он начинает такими словами, он говорит, «И вы как-то особо набожны». «Набожны» – это значит, «религиозны», иначе они имеют какое-то расположение. Ну, мы видим, что эта набожность была не по рассуждению, они неправильно понимали, и апостол Павел их не хвалит в этом, он просто использует это, чтобы как бы проникнуть к ним и начать разговор. То есть апостол Павел мог бы сразу сказать, «Вы идолопоклонники, безбожники, вы все пойдете в ад, потому что вы не поклоняетесь истинному Богу», но он не так наступает. Он начинает, «Вы набожны», он начинает как-то их к этому приводить, к дискуссии. И, братья и сестры, вот чем-то вот наша культура в Америке очень похожа на культуру, которая была в Афинах. Хотя у нас, может, нету таких видимых идолов, как было в том городе, но каждый, вот мы знаем, что побеседовавшись с людьми, каждый имеет свое представление о том, какой Бог. И люди как бы делают свое, представляют по-своему Бога и начинают поклоняться этому Богу, придуманному. И вот апостол Павел начинает их мышление менять и говорить, направляет их мысли на то, что Господь воскрес из мертвых. И он идет дальше. И он начинает, вот в 23 стихе, апостол Павел начинает говорить им о незнакомом Боге, который здесь, который они поклонялись, вот как здесь сказано, «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу», все это, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Невидомому Богу, неведомому Богу, то есть Богу, которого вы не знаете, как и вот такому Богу вы поклоняетесь. Я хотел рассказать вам об этом Боге. Афиняне, они были настолько набожны или религиозны, что они поставили жертвенник даже тому Богу, которого они не знали, на всякий случай. Они были настолько идолопоклонники, они думали, ну, надо поставить жертвенник разным Богам, ветру, дождю, когда был посев, нужно было одному идолу дать, чтобы было жатва, нужно было другому идолу дать. И они представляли, что Боги, это тот, когда мы что-то Ему дадим, тогда Он нас благословит. Вот такое было понятие у этого народа. Но мы понимаем, как христиане, что важно не, что ты сделал, но что, кого ты знаешь. И вот апостол Павел начинает открывать, что не важно, что ты делаешь, но кого ты знаешь. И вы не знаете этого Бога, но этот Бог, Он послал Сына Своего, чтобы Он умер на кресте, и Он воскресил его. И вот о том Боге апостол Павел хочет рассказать тем, с кем он беседовал. И мы знаем, что Господь тоже говорит в Евангелии, Он говорит, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы проповедовали, делали то и другое, но Он говорит, я никогда не знал вас. И вот что-то подобное здесь. Они поклоняются идолу, которого они сами не знают, но апостол Павел хочет сказать, есть Бог, который хочет вас знать, Он недалеко, Он хочет вам открываться, но вы просто не по рассуждению поклоняетесь этому идолу. Афиняне наверняка думали, вот здесь есть, ну, у нас, например, тысячу идолов, к примеру, ну, давай, расскажи нам о Иисусе Христе, и вот мы поставим еще один идол, будет тогда тысяча один идол в Афинах, и мы будем поклоняться этому идолу. Вот такое было представление у афинян, вот когда они пригласили апостола Павла, но мы видим, что он совершенно меняет их рассуждения и начинает говорить о том, кто есть такой Господь, Господь живой. И вот в 24 стихе он начинает говорить о том, кто такой живой Бог. И он здесь говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет. Не в рукотворенных храмах живет. Они представляли, что когда вот мы сделаем какого-то идола, вот тогда вот мы поставим ему храм или поставим какой-то жертвенник, тогда это будет для него хорошо. Но мы понимаем, здесь апостол Павел говорит, что Бог, Он сотворивший все, Он творец всего. И он начинает им показывать, что доказательство того, что Бог есть, это творение, посмотрите вокруг. Бог сотворил вас, Он сотворил нас, для того, чтобы мы поклонялись Ему. И они просто неправильное представление имели о Боге. Знаете, что в Южной Америке, когда приходили из Европы люди евангелизировать эти страны, этих индейцев, там было такое случай, что они проповедовали, они люди вроде уверовали во Христа, и они строили там какие-то маленькие церкви, чтобы поклоняться. Потом проходило время, уже нужно было церковь перестроить, или она уже рушилась. И когда они начали разбирать эту церковь, они находили, что в этих стенах церкви находились их не идолы. Вот они вроде бы приняли Христа, но на всякий случай они запихали туда идолов, и чтобы как будто бы, ну, на всякий случай, вдруг они нам помогут. И вот такое было понятие у Афина, Афинян, в Ариапаге, они говорят, ну, ты расскажи нам, но мы не хотим оставить наших идолов. И вот дальше, в 25 стихе, он начинает говорить то, что Бог Библии, Он не нуждается в человеке. 25 стих, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. Бог не требует, вот как я уже говорил, что они думали, что Бог требует от них, вот они часто приносили или какие-то плоды, или деньги, или еще что-то приносили, жертвы какие-то, и они думали, вот давая им это, они нас благословлят. Но Павел их изменяет мышление и говорит, вы совершенно неправильно понимаете Бога, Он сам, самодостаточный, Он не нуждается в вас. Вы, наоборот, должны научиться набирать от Бога. Многие люди в наше время, они не ставят такие идолы, как тогда было в Афинах, но они делают таких идолов, то есть они ставят таких идолов, как бы говоря, ну, мой Бог никогда бы не поступил так, Он никогда бы не послал никого в ад, мой Бог никогда не будет наказывать тех, кто грешит там до брака или еще что-то, они представляют такого себе Бога, но Бог, мы видим, что если вы неправильно представляете Бога так, как Библия представляет, то вы делаете себе идола, просто мы не поклоняемся им так, как тогда люди 2000 лет тому назад. И вот в 26 стихе он начинает теперь переводить немножко на личный уровень и говорить, почему это важно, вот может быть кто-то будет спорить и скажет, ну, это в Израиле случилось, ну, почему, как это относится к нам, в Израиле есть свой Бог, у нас есть свой Бог или свои боги, почему мы должны поклоняться тому Богу, и вот здесь он, как бы предусмотрев это, он начинает говорить о том, что, вот как здесь сказано, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Здесь он возвращает все к началу творения, к Адаму, Бог сотворил Адама и Еву от начала и от этой крови мы все распространились, то мы все созданы по образу и подобию Божьему, вы просто не находились под, не знаете, кто такой Бог, потому что вам никто не рассказал и вот он пытается им рассказать о этом живом Боге. И вот Бог определил каждому время, мы живем в это время, они жили 2000 лет тому назад, люди жили в разные времена и Бог определил каждому человеку жить в определенное время для одной цели и он открывает это в следующем стихе, 27 стих, для чего Бог все это делает, 27 стих, дабы они искали Бога, не ощущать ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, Бог недалеко, Он не хочет быть таким Богом где-то отдаленный, как вот есть такие динаминации или как-то религии, которые представляют, что Бог, да, Он сотворил все, но Он где-то далеко, Он не находится в наше время здесь, Он не действует в нас, Он просто все пустил и все идет своим путем. Мы знаем, что Бог, Он действует и даже в то время Бог послал апостола Павела к этим людям, чтобы они могли узнать о живом Боге и сделать решение в своей жизни, верить ли воскресшего Христа или отказаться от Него. Я иногда встречаюсь с такими людьми, которые очень религиозные, но они не знают живого Бога, они может быть или католики или православные, и они вроде ходят в церковь, но когда о них спросишь, какой твой Бог, кто такой Бог, расскажи мне про Бога, и они часто не могут даже ответить на этот вопрос, потому что они знают о своей религии, они знают, когда приходить надо, что надо сделать, но они не знают живого Бога, но здесь апостол Павел хочет открыть этого живого Бога, и вот следующих два стиха, 28 и 29, он приглашает афинян, как бы, чтобы изменить мнение или мышление о Боге, потому что с этого все начинается, как мы мыслим о Боге, если мы неправильно думаем о Боге, то мы неправильно будем поступать, и он здесь говорит 28 стих, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род, то есть мы живем и движемся, мы зависим полностью от Бога, и он в 29 стихе как бы призывает, итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, не должны думать неправильно о Боге, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого, то есть вот он начинает с этого момента исправлять их мышление, говорит, что то, что вы думаете о Боге, это самое важное, если вы думаете, что он какой-то материи сделан, то вы будете поклоняться ему так, но если вы представляете, что Бог на небесах всемогущий, святой, праведный, и он позаботился о нас настолько, что он послал вот сына своего, и он воскресив его из мертвых, и вы поверите в него, вы будете иметь жизнь вечную. И вот в 30-м стихе здесь мы видим, это как бы уже кульминация подходит к тому, вот он призывает уже к чему, к покаянию, что Бог повелевает, это уже не его даже пожелание, но это повеление Божие, он говорит в 30-м стихе, и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям, всем повсюду покаяться, покаяться, оставить свой прежний образ жизни, обратиться, вот воскресенье как раз и должно производить в нас это желание покаяться перед Богом, вот мы утром слышали, что когда исповедуешь своим устами и веришь сердцем, тогда ты будешь спасен, когда мы покаемся, когда мы приходим к Богу и говорим, Господи, я совсем неправильно тебя представлял, покажи мне такой, кто ты есть, и тогда Бог открывает, какой он есть в образе Иисуса Христа, то есть в прошедшее время Бог действовал много, в основном Он действовал через Израиль, когда Господь иногда Он распространял через пророков других народов вокруг Израиля, но большинство Он действовал через Израиль, но вот когда Христос пришел, когда Он сказал совершилось, то теперь уже не через Израиль Господь действует, а через всех народов, как здесь сказано, Бог повелевает всем ныне покаяться, всем людям, не только вот тем, которые находятся в Израиле, Он хочет, чтобы каждый покаялся, Бог открывает этот путь, Он открыл этот путь спасения для человеков, Он хочет, чтобы человек покаялся, и вот мы приходим к 31 стиху, это как бы ключевой стих, который говорит о том, как это все возможно для нас, 31 стих говорит о том, почему Бог требует покаяния, почему Бог это требует, потому что Он творец, и Он видит, что как люди живут неправильно, но Он говорит теперь, потому что, как в 31 стихе сказано, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых, воскресив Христа, Он подав удостоверение всем, даже включая и афинян, которые совершенно не знали о живом Боге, но когда апостол Павел им рассказал, они должны были сделать решение, что мы будем делать с этим, с Господом, с Иисусом Христом, Он будет ли идолом, мы поставим ему идол, где-то идол сделаем, скажем, это еще Бог, которому мы поклоняемся, или мы отбросим всех идолов и скажем, есть только один Бог, и мы хотим ему поклоняться. Мы видим, что здесь Христос, здесь апостол Павел говорит о праведности Христа, ибо Он назначил день, в который будет судить праведно, будет праведно судить вселенную по стандарту Иисуса Христа. Он пришел на эту землю, Он прожил праведность, праведную жизнь перед тем, как его распяли, Он прожил все, полностью исполнил весь закон. И теперь стандарт, мы должны ставить не соседа нашего, но достигнуть стандарта Иисуса Христа. То есть, мы никогда не достигнем этого стандарта, если мы будем сами пытаться что-то делать. То есть, да, кто-то будет совсем низко, кто-то чуть-чуть выше, кто-то еще выше, но никто никогда не достигнет вот этой праведности, о которой здесь говорит Господь. И поэтому нам нужно средство, и здесь Он говорит, предав, Он будет судить всю вселенную, поэтому есть такая срочность, мы должны относиться к этому серьезно. И дальше Он говорит, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Это самое важное событие, которое произошло. Он воскресив Иисуса из мертвых. Если бы Христос умер и остался во гробе, то кровь Его недостаточно было бы для нас, чтобы простить нам. Это было бы так же, как вот животные, которые на протяжении тысячи лет умирали, и они не воскресали, они сжигались и оставались мертвыми. Но Христос, Он, Господь принял эту жертву, Он воскресив Его из мертвых. Какое-то прекрасное благословение для нас, что мы теперь можем иметь праведность Иисуса Христа. И вопрос следующий, как апостол Павел убеждает их, что действительно это было так, что это не какой-то сон мне приснился, или что-то там в Израиле произошло, которое не относится к вам. Что он использует? Он говорит о воскресении. Воскресение мертвых, из мертвых. Они никогда такого не слышали, и когда не услышали слово воскресение, сразу произошло как бы возмущение. Кто-то очень сильно насмехался, кто-то сказал, послушаем другой раз, но кто-то даже уверовал. И вот эти последние стихи нам говорят о том, что каждый из нас должен сделать решение, какой-то выбор. Какой твой выбор? Вот если мы прочитаем последние три стиха, мы увидим, как это все происходило. Здесь есть три выбора. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их, и некоторые же мужи, приступившие к нему, уверовали. Между ними был Дионис, Ариапагит и женщина, и именем Дамар и другие с ним. Большинство, конечно, ушли, насмехались, не поверили в это. Некоторые, может быть, даже и хотели что-то еще узнать, но они тоже не приняли его, сказали, может быть, другое время, но только маленькое количество людей уверовало. И ради этих нескольких людей это все стоило того, чтобы апостол Павел пошел туда и рассказывал вот этой большой аудитории людей ради этих нескольких людей. И, дорогие друзья, может, молодежь, еще кто-то думает, ну, я поживу своей жизнью, поживу, понаслаждаюсь этим миром, а потом, может, вырасту уже, взрослею, попозже в жизни, тогда покаюсь, тогда приму Господа, тогда поверю в воскресенье. Но, дорогие друзья, никогда не откладывайте, потому что нас Бог никому не гарантирует завтрашний день. Мы видим, как в мире много зла, вот мы слышали вот терактив, который произошел там далеко от нас, но это было собрание такое же, как у нас и такое случилось. Дорогие мои друзья, если Господь призывает, Он говорит, покайтесь, как сказано, Бог призывает, покайтесь и креститесь, как Он говорит, в другом месте. Воскресенье должно обязательно произвести в нас какое-то действие. Господь хочет, чтобы мы были уверены в воскресенье и не через видимые какие-то знаки, как вот, ну, помните, Фома, он не был там, когда Христос воскрес, но он, мы знаем, что он хотел увидеть Христа, и когда он увидел, это уже не было вера, он уже не верил, он видением признал его Господь мой и Бог мой. Но мы даже, мы можем сказать, мы блаженнее, чем Фома, потому что мы верим и не видим, мы просто верим в доказательства, которые сказаны в Писании, то есть для нас это достаточно, может, для кого-то это недостаточно, может, кто-то еще хочет какой-то сон увидеть или какой-то голос неба, чтобы поверить, но этого не будет. Господь оставил свое слово и сказал, вот Бог, знак. Как вот, помните, Иисус говорит, фарисеи часто хотели видеть знамения, и они говорили, покажи нам знамения, Иисус говорит, Матфея 12, 39, он говорит, но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения, ионы пророка, ибо как иона был в очреве три кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Мы видим, что воскресенье это было знамение, это единственное знамение, которое Господь дал, чтобы верить в Него, и мы должны принять решение. Помните, тоже еще есть такой случай, когда Лазарь и богач, они оба умерли, мы знаем, что Лазарь пошел в одно место, в богач, в другое, и он мучился в огне, и он сказал, пусть Лазарь придет, хоть капельку положит мне на язык воды, но Господь сказал, что невозможно проходить, уже все, но он тогда стал переживать за своих братьев, ну у меня братья есть, пожалуйста, пошли им, пусть Лазарь или кто-то воскреснет и расскажет. Иисус говорит, что если даже кто-то из мертвых воскреснет, они не поверят, потому что они из сердца ожесточенные, они не понимают Бога такого, как Он есть, на самом деле они сделали изображение Бога, и они поклоняются Богу, который они сами себе придумали. И у нас сейчас есть возможность помолиться, мы должны сделать решение, убеждает ли воскресение нас, что это все, что нужно, это самый важный доказательственный знак для нас. Мы можем прославить нашего Господа в молитвах. Слава Ему за все. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!